Чисто внешний прием Путина в Пхеньяне был оформлен скорее не как визит на высшем уровне, а как праздник государственного масштаба. И по мнению экспертов из Южной Кореи, почести, оказанные Путину, превзошли даже те, на какие мог рассчитывать во время своего визита в КНДР китайский лидер. С точки зрения Ким Чен Ына, визит Путина в Северную Корею имеет символическое значение и необходим для того, чтобы опровергнуть имидж государства-изгоя, находящегося в международной изоляции. Именно поэтому он планировал эту встречу как большое политическое событие и возможность продемонстрировать северокорейскому народу свои достижения. Наблюдатели считают, что и для Путина важно продемонстрировать миру наличие союзников, но в отличие от Ким Чен Ына, этот визит для него имеет не столько символическое, сколько вполне практическое значение. И в первую очередь это касается поставок в Россию, северокорейского оружия и боеприпасов. Что касается отелерийских снарядов, то мы можем с уверенностью сказать, что их было поставлено очень много, их число может достигать трех миллионов. Тогда как для сравнения ЕС уже столкнулся с трудностями при производстве одного миллиона снарядов калибра 155 миллиметров за один год. В итоге произведена лишь половина от этого количества. Остальное должно быть поставлено к концу года. Это просто для сравнения, чтобы дать вам представление об объемах. Не совсем понятно, в каком объеме корейцы также поставляют ракеты. В Южной Корее полагают, что в обмен Россия может предоставить КНДР помощь в проектах, связанных с космосом. Путин сам заявил в сентябре прошлого года, что Россия будет сотрудничать в области развития спутников и космоса. Таким образом, возможно, сотрудничество в этой области будет продолжено. Однако я считаю, что нет никакой вероятности того, что другие технологии создания межконтинентальных баллистических ракет, истребителей или атомных подводных лодок, которые Северная Корея хочет иметь, будут ей переданы. Итогом встречи стало подписание сторонами нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. По мнению политологов, этот договор представляет собой угрожающий сигнал мировому сообществу. Они готовятся к войне. Они готовятся к мировой войне. Они собирают силы для мировой войны. И если Запад не поймет этого и не будет готов к ответу не дипломатическому, не разговорному, а настоящему ответу, такому, который давали когда-то британцы Гитлеру, ну, тогда человечество погибло. Потому что, как говорил Эйнштейн, не знаю, чем будет воевать в Третьей мировой войне, но в Четвертой будет воевать дубинками. Между тем, северокорейский лидер в своей речи назвал подписанный странами договор, цитата, «конструктивным, перспективным, строго миролюбивым и оборонительным». Встреча лидеров завершилась обменом подарками. Путин поблагодарил товарища Ким Чен Ина за прием и подарил автомобиль «Аурус», а тот в ответ – несколько художественных произведений. В рамках турне по Азии следующей страной, которую посетит Путин, станет Вьетнам. Продолжение следует...